Тренер шуйской секции самбо шутит. Родители хотят отдать заниматься своих детей чуть ли не с рождения. Привлекает их прежде всего сравнительно низкая травмоопасность и хорошие тренеры. Сильная школа не первые десяток лет готовит спортсменов регионального и федерального уровня. Секция самбо в городе Шуя была организована в 70-е годы прошлого века с Сашевским Андреем Владимировичем. В настоящее время в нашем центре занимаются данным видом спорта около 150 человек. Наши дети постоянно участвуют в различных соревнованиях. В последнее время у нас наметилась положительная тенденция побед наших воспитанников. Одно из последних достижений шуйских самбистов – серебро на первенстве ЦФО. В составе сборной Ивановской области Илья Ромберг занял второе место. Из пяти боев юноша выиграл четыре, а вот в финальной схватке не смог одолеть спортсмена из Реутова. Изначально я получил травму, но пытался восстановиться. Она еще не зажила до конца. У меня растяжение связок сильное. Но в любом случае я старался на тренировку выкладываться. И в конце концов перед ЦФО я даже до конца не знала, за неделю поеду, я не поеду. И мы с мамой посоветовались, с родителями, с тренером и решили, что надо съездить побороться. Медали и кубки шуйских самбистов уже давно не умещаются на одном столе. Ребята постоянно выступают на соревнованиях различных уровней. Сложнее всего отдаются первенства России и ЦФО. Чтобы подготовить спортсмена к таким турнирам, нужно не меньше пяти-семи лет. Я занимаюсь более девяти лет. Скоро десятый год пойдет. Много участвовал в соревнованиях, в ЦФО, на России. Вот всероссийский турнир. В том году участвовал, занял первое место, получил кандидат к мастерам спорта и вышел на Россию. Тренировки ежедневные. Ребята занимаются по полтора часа. Перед соревнованиями больше. Чтобы парни не забывали об учебе, в секции сложилась такая практика. Не успевающих к занятиям не допускают. Сначала уроки, потом тренировки. Первая очередная задача тренера. Каждый тренер должен быть хорошим психологом. И первая задача тренера – создать коллектив дружный из тех детей, которые пришли заниматься. А если коллектив создан дружный, то есть ребята там сдружились с другими, нашли общие интересы, нашли новых друзей, их уже тянет самих прийти сюда заниматься. И потом уже, как говорится, привычка и желание заниматься, вот это все сказывает, что они остаются здесь. В секции подчеркивают, что учат своих воспитанников не только приемом самообороны, но и умению постоять за себя и без применения силы. Пожалуй, отсюда и стремление родителей отдать свое чадо на самбо как можно раньше.